Горох Это выносливые сорта, которые рано созревают и устойчивы к холодам. Мозговой горох, который также должен быть очищен, но горошины которого сморщенные. Он менее пригоден для раннего посева, но более устойчив к жаре. Стручковый или сахарный горошек – целые молодые стручки, которого потребляются до развития зерен. Среди лущильного и стручкового горошка есть сорта со стеблем высотой более 70 сантиметров. Они обязательно должны иметь опору. И карликовые сорта высотой от 45 до 70 сантиметров, которые обычно не требуют опоры. К виду писум сативум также принадлежит кормовой горох. Опыление Цветки гороха являются гермафродитными и самооплодотворяющимися, то есть они имеют в одном цветке мужские и женские органы, совместимые друг с другом. Однако существует риск перекрестного опыления насекомыми между различными сортами. Степень риска зависит от сорта и окружающей среды, при наличии или отсутствии природных барьеров. Чтобы избежать скрещивания, выращивайте два сорта гороха на расстоянии 15 метров друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до нескольких метров, если между ними есть растительный барьер. Если вы хотите вырастить несколько сортов в одном саду, вы можете отделить один сорт под противомоскитной сеткой. Нужно позаботиться о том, чтобы установить сетку до цветения. Семенное растение гороха выращивает так же, как и горох, предназначенный для потребления. Некоторые сорта гороха можно посеять до зимы. Но в целом посев гороха производится ранней весной. Вам не следует сеять горох слишком поздно, потому что цветки гороха не оплодотворяются при температуре выше 30 градусов по Цельсию. Для получения хорошего генетического разнообразия и лучшего отбора вам необходимо вырастить минимум 50 растений. Нужно следить за растениями во время их роста, чтобы отобрать самые красивые, самые здоровые и самые продуктивные растения и исключить другие. Желательно выделить часть растений для выращивания на семена, из которых не будет собрано ни одного стручка для потребления в свежем виде. Дайте всему урожаю созреть до полной зрелости семян. Это сохраняет скороспелость сорта. Для сбора семян достаточно дать растениям гороха высохнуть в огороде. При необходимости вы можете завершить сушку в сарае. Чтобы убедиться, что семена сухие, достаточно аккуратно укусить одну горошину. Если следов от зубов не останется, семена полностью сухие. Извлечение, сортировка и хранение семян Снятие шелухи или обрушивание производится вручную стручок за стручком или ударяя палкой по ним или шагая по стручкам. После обмолота удалите отходы с помощью сита. Большие отходы удаляют вручную, а все маленькие падают сквозь решето. В конце семена нужно веять, то есть дуть перед собой, чтобы удалить остатки отходов. Либо с помощью вентилятора, либо небольшого компрессора. Всегда нужно помещать в пакет-этикетку с названием сорта, вида и года производства, потому что иногда случается, что надпись на пакетике стирается. Семена гороха очень часто заражены зерновкой брухус писурум. Мелким насекомым, которое откладывает яйца под оболочкой семян во время роста растения в огороде. Легкий способ избавиться от нее, это положить семена на несколько дней в морозильник. Семена гороха имеют всхожесть три года. Но могут сохранять всхожесть до восьми лет. Эта продолжительность может быть продлена благодаря хранению при низкой температуре. Семена гороха. Семена гороха. Семена гороха. Семена гороха. Семена гороха. Семена гороха. Семена гороха.